Здравствуйте ребята! Сегодня я хочу вам показать, как я делаю разворачивание круглых моделей, балясины, столбы, колонны, например, статуэтки в арт-каме. И подготавливаю развертки для обработки на станке с ЧПУ с поворотной осью, где эта ось является заменой одной из осей X или Y. В интернете в принципе довольно много видеороликов, по которым я учился, но тем не менее оставалось еще много вопросов. Эти видео или неполные, или для новичков непонятные. Тем не менее, спасибо Андрею, это Биазар на форуме CNC MasterKit. Он здесь более-менее показал, что как нужно делать, но новичкам это не совсем понятно. Также спасибо Леониду Касьяну за более полное видео, но здесь он мне показывает саму подготовку управляющей программы и некоторые нюансы. Поэтому я решил сделать свое видео, которое наиболее будет адаптировано для новичков. Итак, делаем, создаем новую модель. Размер в принципе особого значения не имеет, но тем не менее я ставлю приближенно к размеру заготовки 900х900. Размеры заготовки, на которые я буду делать развертку, это брусок длиной 940 мм и шириной 100х100, то есть ширина грани 100 мм. Это будет небольшая колонна в виде балясины. Итак, вот открыли мы пустую модель, выбираем рельефы, выбираем импорт 3D модели для разворачивания. Я уже подготовил здесь себе балясина 8. Открыть. Так, вот у нас открылось два диалоговых окна. Вставка 3D модели и 3D модели для развертывания. Перейдем в 3D вид и посмотрим, что это за балясина. Вот она такая. Что нам нужно с ней сейчас сделать? Во-первых, нам нужно развернуть вдоль оси Х. Вот эта красная координата, это оси Х. Здесь можно вращать ее. Так, нам нужно повернуть по оси Y, чтобы балясина встала вдоль оси Х. Вот эта картинка четко это отражает. Так, здесь выставим значение. Минус 90. Применить. Так, теперь, что нам нужно? Сделаем. Начало координат у балясина. Нижний левый угол. Длина. Сразу выставим 940. Можно заметить, что при включенных вот этих галочках, при изменении одной из координат, меняются остальные координаты. Так, 940. Так, сначала мы сделаем размеры самой модели. Выставим. Размер по Y. Сделаем. Так, галочку вот эту уберем. Так как у нас грань 100 мм, ставим здесь 100. Здесь тоже поставим 100. Применить. Так, видно, что у нас длина балясины не изменилась. А изменилась только высота и ширина. Так, выставим положение мы... Начало 0 по X. По Y минус 50. И по Z минус 50. 50 это половина ширины грани. Так как у нас грань 100 мм. То есть, толщина бруса у нас 100 мм. Соответственно, начало координат будет минус 50, минус 50. Это значит у нас центр балясины. Можно вот здесь вот посмотреть. Вот, видим, да? Если мы здесь поставим 0, то у нас балясина сместится вверх. Теперь нам нужно его обратно опустить на 50 мм. Вот так вот. Вот этими кнопками можно выставить вдоль оси Z, вдоль оси Y, вдоль оси X или изометрия. Так, что нам теперь нужно сделать? Слева, слева вот это диалоговое окно. Оно здесь тоже можно развертывать на четкие углы, кратные 90 градусов. Но тут самое главное нам вот этот диаметр. И по какой оси мы будем развертывать. Чтобы узнать диаметр, выставим, посмотрим вдоль оси Z. И узнаем, на какой диаметр развертки нам нужно развертывать балясину. Я вычисляю это таким образом. Ищу самое узкое место. Самое узкое место где-то вот тут вот находится. Сколько здесь миллиметров, я узнаю вот в этом окошке. Вот тут вот. И видим, что 29, ниже опустим 27. Но выберем 25 миллиметров. Это радиус. Сделаем 25, чтобы наш цилиндр развертки не выходил за самое узкое место. Итак, если радиус у нас 25, то диаметр 50. Делаем развертку вдоль оси X. Так, еще один нюанс. Так, чтобы передвигать модель, я нажимаю левую и правую клавишу одновременно. И вот так вот двигаю. Так, еще один нюанс. Сделаем мы вдоль оси X. Покажем модель. Теперь, чтобы нам особо не вычислять, где будет находиться фреза. Мы сделаем, повернем вот эту балясину на 45 градусов. Всем понятно, что фреза где-то будет 0 находиться вот в этом районе. А где именно, непонятно. И чтобы нам выставить 0 фрезы не вот тут вот, а именно на вот самой вершине точки, на ребре бруска, то повернем модель вдоль оси. Так, вдоль оси X на 45 градусов. Применить. Так, вот, модель у нас повернулась. Фреза у нас будет на самой верхней вот тут вот точке. Соответственно, у нас и размеры изменились. И положение. Вот это размер и положение, оно берется по теореме Пифагора. Я тут немножко вычислял. Вот. Если у нас грань 100 мм, вторая грань тоже 100 мм. Получается, что гипотенуза 141 мм. Соответственно, 0 фрезы относительно центра вращения. Вот у нас центр вращения. А фреза будет вот в этой точке, на самой верхней точке бруска ребра. Это 70 и 71 мм. Вот эти же параметры у нас здесь обозначены. Вот они вот. Так, что мы сейчас делаем? Ну, в принципе, у нас всё готово для развертывания. Нажмём «Создать новую». «Сохранить изменения». Нажимаем «Нет». И теперь мы видим, что у нас модель развернулась на плоскости. Так. У большинства людей у большинства людей поворотная ось расположена вдоль оси Y. Вот это вот. Почему-то ArtCam всегда делает Y в длину балясины. Но на моём станке ось X это балясина нужно будет точить вдоль оси X. Соответственно, что мы делаем? Выбираем модель. Выбираем повернуть на 90 градусов и по часовой. Сейчас мы заметим, сейчас мы заметим, что ось X и Y у нас поменяются местами. и модель развернулась тоже. Вот, видно, да? так. В принципе, сейчас у нас почти всё готово к созданию управляющей программы. Так, можно заметить, что данная модель уже с квадратными концовками. Здесь квадрат и здесь квадрат. Вот именно с этой целью я и сделал, развернул модель на 45 градусов, чтобы самая верхняя часть была в самом начале. И фреза была вот тут. Чтобы она при фрезеровке ходила вниз, вверх, вниз, вверх. Тем самым, не задевая уже грань, которая у меня уже есть. Так как у меня балясина заготовка, то есть, уже квадратная. Поэтому мне вот эту грань задевать, особо не нужно. Теперь можно создать и проверить. Создать круговую модель. Выбираем рельефы. Создать круговой рельеф. Создадим вдоль оси X. И мы видим, что у нас что-то не то. Это всё из-за того, что мы неправильно выбрали вдоль какой оси сделать нам круговой рельеф. Если у нас что-то не так, то выберем по оси Y. Так, вот мы видим, что у нас модель свернулась обратно. Также можно посмотреть и наружный рельеф одновременно. делается это вот с помощью этой кнопочки. Так, уберем пока круговой рельеф и поработаем мы на плоскости. Вопрос. Что делать, если нам нужно обработать только часть балясина? Я уже говорил, что у меня заготовка квадратная. Соответственно, вот этот квадрат уже у меня есть вот эта часть. Соответственно, мне нужно только вот эту часть обработать. Делаю я это таким образом. Перехожу в 2 David и просто создаю прямоугольник, прямоугольный вектор высотой с высотой заготовки. Если не помним высоту заготовки, можно посмотреть. вот она у нас 157 0 8 157 0 0 8 создать закрыть ширину. изменим ширину. Так, вот начнем обрабатывать отсюда. и нужно закончить вот здесь. И нужно нам его сместить строго сначала. Увеличиваем по максимуму и сместим вектор на начало. Вот так вот соответственно и тут у нас встало там, где нужно. Откуда берутся вот эти размеры? Я сделал небольшую картинку, чтобы все было понятно. вот эта картинка показывает, что ширина заготовки 157 0 8 это у нас Y. П умноженное на внутренний диаметр, а мы помним, что внутренний диаметр у нас 50 миллиметров. Это диаметр цилиндра развертки. наружный 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 диаметр у нас получается 141 42 ширина ширина грани 100 миллиметров. максимум максимум или минимум по Z 45 и 7 это получается как бы небольшая формула, большой диаметр пополам это радиус минус внутренний радиус получается вот этот Z 45 71 можете перепроверить. Итак, перейдем к созданию управляющей программы. Но для начала нам нужно узнать нужно ли делать черновую обработку. Для этого мы посмотрим вдоль оси Y самую низкую точку относительно ребра бруска. При приближении мы можем это более детально рассмотреть. Самая нижняя точка у нас примерно будет вот тут вот. Посмотрим сколько миллиметров от верхнего края ребра и до сюда. Вот в этой окошке вот в этом окошке можно посмотреть сколько какое значение оси Z. Видно 44 44 8 примерно 45. Это то же самое что здесь максимум по Z 45 45 и 7 а нижняя точка 8 9 ну около 10 миллиметров. Вычетим 45 минус 10 получается 35 миллиметров. то то есть у нас вот это расстояние отсюда и до сюда примерно 35 миллиметров. У меня нету такой фрезы которая бы за раз взяла 35 миллиметров. Значит мы что делаем? Делаем черновую обработку. переходим в траектории делаем выбираем черновое черновая обработка по Z так выбираем вектор наш созданный этот прямоугольник здесь выбираем выбранный вектор черновой инструмент я возьму базовая прямая диаметр фрезы 22 миллиметра максимальная глубина резания 8 материал выберем материал высота заготовки 45 47 так и оставим плоскость безопасности поменяем на 10 миллиметров то есть фреза относительно самой высшей точки заготовки в данном случае это ребро будет подниматься на 10 миллиметров выберем раст 270 градусов напишем черновка черновка перейдем в 3d вид и мы видим что здесь у нас начало координат сместилось на самую высшую точку нажмем сейчас так мы видим что у нас получилось получилась управляющая программа закрыть закрыть кстати говоря чтобы не было лишнего перехода вот этого от этого начала координат до начала резки. Можно нам выставить начало координат именно вот здесь. Для этого мы увеличим модель, выберем модель, задать нулевую точку. Выбрать курсором, выберем примерно вот эту точку. Так, 510. Ок. Мы видим, что у нас начало координат сместилось. Соответственно, у нас сместилась управляющая программа. Чтобы этого не было, заново заходим в редактирование траектории и ничего не меняя. Опять рассчитываем. Так, мы видим, что у нас управляющая программа сейчас создана с самого начала. Закроем. Теперь нам нужно сделать черновую обработку, чистовую. Для этого нажимаем обработка рельефа. Точки. Да. И поставим здесь 48. Так, опять выбираем наш вектор. Он уже выбран. Опять угол растрата 270. 270 я выбираю для того, чтобы у нас фреза начала прямо отсюда ходить. Вот именно с этого начала, чтобы слева направо у нас шла обработка. Так. Инструмент мы выберем для чистовой обработки. Фреза конусная диаметром 1 мм. Это специальная фреза для 3D обработки. Мы видим, что у нас прошла чистовая обработка. Но также у нас вышел один косячок небольшой. Вот мы видим, что вот эта часть, она лишняя. Вот эта обработка по вертикали. Это всё происходит из-за того, что у нас модель лежит чуть-чуть за пределы вот этой заготовки. Для этого я чуть-чуть уменьшил размеры. Поставим 157,07. Применить. Применить. И теперь проверим. Заново сделаем то же самое. Теперь мы видим, что у нас всё нормально. Всё нормально. Так. Всё. Можно теперь проверить, сымитировать траекторию. Сначала черновую. Сначала черновую имитировать. Итак, мы видим, что у нас прошла имитация на плоскости. Если мы включим просмотр кругового рельефа, то у нас получается вот такая бельберда. Но ничего страшного. Главное, это у нас вот эта плоскость. Уберём круговый рельеф. Так. Теперь сделаем чистовую обработку. Так же быстро сымитируем. Так. Обработка у нас прошла. И мы видим, что у нас плоскость стала обработанной. Что ж. Теперь можно переходить к сохранению. Управляю все программы. Сохранить траекторию. Сохранить. 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 Диаметры фрезы 22 мм. Поменяем на фрезу для 3D-обработки. С радиусом 1 мм. Не забудьте сохранить и саму модель. Можно посмотреть, сколько у нас займет время всей этой обработки. Это видно в сводке траектории. Здесь мы видим, что полная обработка 5,5 часов. Черновая обработка полчаса. Остальное время уходит на чистовую обработку. Честно говоря, вот эти параметры, они чисто экспериментально можно узнать время. Экспериментально это делается заменой вот этого коэффициента. 1,4. Это существенно влияет на время обработки. Вот 7 часов почти. У меня коэффициент примерно 1,1. Это я вычислил только опытным путем. То есть, делал какую-то обработку. И смотрел реальное время обработки. И вставлял, подбирал этот коэффициент. Чтобы примерное время у меня здесь высвечивалось. Ну что ж, теперь можно перейти непосредственно к матчу. Я уже говорил, что у нас ось Y заменяется поворотной осью. Делается это все просто. Вытаскивается, в электронике вытаскивается штекер оси, то есть разъем оси Y. И вставляется разъем поворотной оси. Таким образом у нас получается то, что поворотная ось, это и является осью Y. Нужно понимать, что таким образом станок получается не полноценный станок с четырьмя осями. А это те же три оси. Все из-за того, что матч не умеет делать заготовки, модели, работать с моделями с полноценной четвертой поворотной осью. Поэтому приходится идти вот на такие ухищрения. Так, теперь что? Нам нужно настроить ось Y. Делается это таким образом. Заходим в настройки мотора. Выбираем ось Y. И нам нужно знать, какой же параметр вот сюда нам выставить. Это делается таким образом. Я здесь сделал небольшой расчет. Нам нужно для этого знать, какой у нас микрошаг, какое передаточное отношение редуктора. Микрошаг узнаем мы вот с этой таблицы. Вот у меня стоит одна шестнадцатая шага. Соответственно, количество дискретно оборот у меня 3200. Вот эти я расчеты, ссылку на вот эти расчеты я скинул в описании видео. Итак, 3200. Передаточное отношение моего червячного редуктора 29. Сколько шагов на один поворот, это умножаются вот эти два параметра. Длина окружности. Длина окружности мы берем вот отсюда. 15708. Это у нас длина окружности. Вставляем в наши расчеты. 15708. Получаем настройки 590,78. Вот этот параметр нам нужно сюда и поставить. 590,78, да? Все правильно. Сохраняем. Закрываем. Так, обновляем все. Давайте проверим. Загрузим нашу управляющую программу. Малесина черновая. Вот мы видим. Так, теперь давайте проверим, сколько же миллиметров пройдет. правильно ли мы выставили настройки, вот эти настройки. То есть, у нас должно 1570,78 проехать ось Y от начала до конца. Вот мы видим, что фреза как бы идет. Давайте увеличим. Вот самый крайний момент. 157 примерно, да? Все правильно. Ну вот, вроде бы все, что я хотел показать. Кому, если что-то непонятно, пишите, комментируйте. Будем разбираться. Пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok